Никола Пашинян, премьер-министр Армении, прозрел, наконец прозрел Никола Пашинян и заявил о том, что ориентация на Россию, ориентация на союз с Россией, российская помощь была стратегической ошибкой Армянской Республики. Ну, напоминаю, Армения считается главным союзником России в том регионе в течение многих-многих-многих лет по разным причинам. Очень много армян в России, очень много российских денег, российских влияний в Армении и как-то вот считалось, что именно Россия это такой щит, это такой купол, который защитит Армению. Ну, Пашиняну пришлось признать очевидное. Конкретно Россия была той силой, которая фактически уничтожила Нагорных Карабах, которая подставила армян под удары Азербайджана, которая устроила там гуманитарную катастрофу, сравнимую, наверное, да, с геноцидом. То есть это все были российские происки. Даже здесь понятно, у Азербайджана сторона конфликта, Азербайджан хотел просто забрать то, что как бы они считают своим. Но Россия, Россия все это организовала. Россия подставила своего союзника, Россия ударила своего союзника в спину. Что очень довольно типично для России, российского руководства. Вот. То есть премьер-министр Никол Пашинян в интервью итальянскому изданию «Ла Република» заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была стратегической ошибкой. Российские партнеры... Так, 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 где тут... А, ну, речь идет о Латчинском коридоре. В декабре дорога, связывающая Нагорный Карабах и Армению, была заблокирована. Которая, как бы, ну, понятно, азербайджанцами. Фактически, там, ну, жуткий... Ну, жуткая ситуация. То есть продукты не могут поступать, лекарства не могут поступать. Но при этом стоит миротворческая миссия России, база их стоит, да, и которые ничего не делают. То есть они наблюдают, как погибают армяне в этом анклаве, как там просто адский ад. Ничего не делают. Не дают Армении оружие. Наоборот, оказалось, что, как бы, даже те контракты, которые они обязаны выполнить, они их выполнили криво-косо. Ну, фактически, Россия испугалась Азербайджана. А за Азербайджаном стоит Турция. И так как у, сейчас, у Путина с Эрдоганом свои, там, более ему интересные терки, они бросили армян на произвол судьбы. И до Пашиняна это дошло, наконец, дошло. Хотя он лизал задницу Путину, лизал, так сказать, пропутинским всем этим ребятам. И теперь до него дошло, что ты можешь лизать сколько угодно, но тебя все равно бросят на произвол. И это главный урок для Лукашенко, потому что он строит систему безопасности так же. И он может посмотреть, что случилось с Арменией. Он может посмотреть, что случилось с Нагорным Карабахом. И как Россия защищала своего партнера, который не просто стратегический партнер в регионе, но еще и член ОДКБ, оборонного союза, который обязан защищать своих членов. И помогать максимально своим членам. Почти НАТО. И сейчас пошла вообще удивительная история, когда официальные лица НАТО говорят о том, что Армении стоит вступать в НАТО. Что Россия не способна, не способна никого защитить. Вот не способна никого защитить. Что Россия это вообще не партнер. Это, ну как бы их интерес. Да, Армению они может хотят к себе присоединить просто как, знаете, но не могут, потому что там нет прямой границы. Так бы давно, может, просто тупо присоединили бы Армению к России. Но и помогать они не будут Армяну. Не будут. Ориентация в плане, извините меня, какой-то глобальной безопасности на Россию ошибочна изначально. Нет такой страны, которая бы чувствовала себя более безопасной в союзе с Россией. Ее не существует в природе. Вот вам Армения как пример. Нет такой страны, которая бы от любых союзных соглашений с Россией чувствовала себя в большей безопасности. Тебя кинут. Тебя 100% кинут. И шансов нет, что ты от России получишь или гарантии безопасности, или оружие, или что-то. Вот это белорусам урок. Белорусам это, мне кажется, самый большой урок. Так, давайте посмотрим ваши комментарии. Так, Азиза пишет глупости. Они хотят оружие таскать. Зарабан поставил КПП, пусть везут продукты. Ну, ничего не могут везти там. Там КПП никого не пускает это. Насколько я понимаю. Ну, там это зона ответственности миротворцев была. Латчинская дорога. Это зона ответственности миротворцев. Где эти миротворцы? Российские. Знаменитые российские миротворцы. Уж мира натворили. Дальше некуда. Знаменитые российские миротворцы.